Горнолыжные трассы протяженностью 20 километров с искусственным снегом и освещением, 4 канатные дороги, 4 отеля, в которых можно разместить свыше 1000 гостей. Уже в 2026 году в рамках соглашения между Алтайским правительством и компанией «Новые вершины» в особой экономической зоне Бирюзовой Катуни должен появиться новый дорогостоящий туркомплекс. Мы договорились о строительстве горнолыжного комплекса, причем который будет разбит на несколько очередей, но общая сумма финансирования по соглашению, которое мы подписали с компанией «Новые вершины» – 25 миллиардов рублей. Строительство горнолыжного туркомплекса позволит сделать отдых на Бирюзовой Катуни круглогодичным и как результат выровнять число отдыхающих в летнем и зимних сезонах. Еще одно взаимовыгодное соглашение между правительством Алтайского края и группой Черкизова. Объемы производства мяса птицы в нашем регионе теперь должны вырасти в два раза. 2,6 миллиарда, которые мы планируем вложить в ближайшее время, позволят нам дальше повысить долю продаж продукции с добавочной стоимостью и нарастить общее количество обыскаемой продукции. На этом этапе где-то тысяч на 17 тонн в годовом выражении. А вообще, как Виктор Петрович сказал, план за 100 тысяч тонн, удвоение, у нас он тоже есть. Новый контракт позволит в течение пяти лет создать целый птицеводческий кластер в нашем крае. Только новых рабочих мест в отрасли должно появиться больше 200. Валентина Аскерова, День с толком.